Как из маршрутизатора сделать свитч? Привет, друзья! С вами сегодня ESETSmart и в этом видео мы рассмотрим, как из нашего маршрутизатора сделать свитч, подключить большинство других компьютеров. Ведь в нашем маршрутизаторе присутствует 4 LAN-порта и 1 WAN-порт. У меня это маршрутизатор TP-Link TL-VR740N. У вас может быть другой маршрутизатор, вы также можете сделать как я. Подключаем наш маршрутизатор к розетке. Подключаем кабель LAN в один из LAN-портов. Допустим, у меня LAN-3. Подключаем также с обратной стороны на системный блок кабель LAN. Набираем 192.168.01. Имя пользователя и пароль admin. Мы попали в наши настройки маршрутизатора. Нам нужно отключить кое-какие параметры. Функция QSS. Отключаем этот пункт. Нам этот пункт уже не нужен. Сеть. Здесь если у вас PPP, OE или статический IP, может быть L2TP, то выбираем динамический IP. Локальная сеть. Если ваш основной модем выдает 192.168.01, у него доступ к веб-интерфейсу, то вы ставите 1.1. У меня основной модем выдает 0.1, поэтому я меняю его на 192.168.1.1, чтобы в будущем я мог заходить в свой маршрутизатор и менять свои параметры. Окей. Происходит перезагрузка. Теперь у нас адрес изменился в 192.168.1.1. Admin. Admin. IPTV. EGMP Proxy. Отключаем этот пункт. Сохраняем. Беспроводной режим. Настройка беспроводного режима. Включить беспроводное вещание роутера. Отключаем. Галочку снимаем. Также включить широковещание SSID. И сохраняем. Теперь у нас Wi-Fi не работает. Вкладка DHCP. Отключаем этот пункт, он нам не нужен. Disabled. Сохранить. UPnP. Отключаем этот параметр тоже. Disabled. Вкладка безопасность. Настройка базовой защиты. Межсетевой экран SPI. Отключаем. Выключить. VPN также отключаем. PPTP, L2TP, IPSets. И все это отключаем. Нам это не нужно. Сохраняем все это. Теперь мы можем перезагрузить наш маршрутизатор. И приступить к его подключению. Подключаем наш кабель LAN к нашему основному модему в один из LAN портов. Теперь нам нужно подключить второй кабель на наш маршрутизатор. Вы можете подключить в любой из LAN портов. Вы можете подключить LAN-1, LAN-2, LAN-3, LAN-4. А можете подключить и LAN пор. Также вы можете снять вашу антенну Wi-Fi, если она вам мешается. Теперь нам нужно подключить кабель LAN на наш компьютер в один из LAN портов. Пусть будет это LAN-2. А второй конец кабеля мы подключаем на наш ноутбук. Кабель, который идет на компьютер. Мы его также подключаем в один из LAN портов. У нас появился интернет на ноутбуке и на нашем компьютере. Google. Интернет работает. Яндекс. Продолжение следует...